Лариса Кириллова 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 В принципе, мне кажется, многое зависит от работодателя, как это откликнется на нем. Коронавирус взял плотное кольцо Латвию. С каждым днем количество инфицированных COVID-19 увеличивается. Счет уже идет на десятки тысяч. И, кажется, конца этому не будет. Тревогу бьют и эпидемиологи. Объемы тестирования на COVID-19 в лабораториях в последнее время уже не растут. А это означает, что ими достигнуты максимальные возможности. Следовательно, количество инфицированных коронавирусом в сутки в Латвии гораздо выше, чем показывает официальная статистика. Об этом заявил в одном из своих интервью директор департамента анализа рисков и профилактики инфекционных заболеваний Юрий Перевозчиков. Об этом далее. С эпидемиологической точки зрения в ближайшие недели недопустимо смягчение COVID-ограничений. Причина – все еще слишком великий удельный вес непривитых от коронавируса среди пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. Растет и число госпитализированных коронавирусом больных. Их число в течение месяца выросло примерно на 80%. В свою очередь, число пациентов, у которых COVID-19 констатирован как побочное заболевание, в течение месяца возросло в 4 раза. Число коронавирусных больных увеличивается и в Даугублской региональной больнице. В настоящее время лечение здесь проходит 101 человек, из которых половина инфицированных COVID-19 – это жители Даугублса. Состояние семи пациентов оценивается как тяжелое. Один помещен в реанимацию, остальным оказывается помощь в интенсивной терапии. Средний возраст COVID-19 пациентов сейчас составляет 67 лет, самому младшему – 10 лет, самому пожилому – 95. В течение суток, начиная с 8 часов утра 3 февраля, в инфекционное отделение поступили 20 пациентов с COVID-19. 11 человек выписались, летальных исходов за минувшие сутки не констатировано. Как отметил директор Департамента анализа рисков профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики контроля заболеваний Юрий Перевозчиков, С учетом нынешней заполненности больниц ситуацию назвать критической нельзя, но не исключено, что при дальнейшем распространении COVID-19 в ближайшее время будет расти заболеваемость именно среди пожилых людей с хроническими заболеваниями. Но есть и хорошие новости. Прирост удельного веса положительных случаев стабилизировался. Он сохраняется на уровне 39-40% и пока не растет. Это может свидетельствовать о том, что, может быть, в ближайшие недели число больных уже не вырастет, отметил Юрий Перевозчиков. А на сегодняшний день, 4 февраля, в Дагопилсе число заболевших коронавирусом достигло 4872 человек. В Аугждаговском крае – 734. 4 февраля в мировом календаре значится как Всемирный день борьбы против онкозаболеваний. В этот день общественные организации и волонтеры проводят различные акции и благотворительные мероприятия. К этому марафону в пятницу присоединились и жители Дагопилсен. Автофлэшмоб на бывшем аэродроне Лоцаки стал началом для сбора коробки храбрости, которая будет передана пациентам онкологического отделения Республиканской детской клинической университетской больницы. Подробности в нашем следующем репортаже. Каждый год около 10 тысяч человек Латвии впервые слышат «У вас злокачественная опухоль». И независимо от вида и стадии рака, это шок для человека и сопереживание для его близких. Но еще более страшно становится тогда, когда такой диагноз ставят ребенку. И вот здесь жизнь в семье делится на «до» и «после». 4 февраля в Латвии стартовала благотворительная акция «Коробка храбрости». В Дагопилсе она началась с автофлэшмоба на территории бывшего аэродрома в Лоцаках. Задача перед организаторами была поставлена непростая – создать единый символичный рисунок из десятка машин. Это требует неимоверного терпения, но они с этим справились. Вот так, да, надо? Так надо говорить, а когда вы будете… Вы просто услышите. А, хорошо. Вот, смотрите, давайте проверим. Так, вот он открылся. Ребята, у вас все хорошо с фигурой? Ребята, у вас все хорошо с фигурой? Да. И я потом буду говорить, или кто-то из ребят, что вам надо будет включать там стоп-сигнал. Мы по номерам будем говорить, чтобы картинка красивая мигала. Я очень радуюсь, что так много ребят поддерживают благотворительные акции, потому что, когда мы начинали заниматься благотворительностью, очень сложно было привлечь людей. И я помню, когда один уже соглашался делать там какое-то волонтерское дело, то я так радовалась и говорю, вот у нас один, вот еще один человек. И поэтому очень важно, что нас много, и мы можем обществу показать, что надо делать добрые дела. И именно вот эти игрушки, они помогут детям перенести какие-то трудные процедуры, которые у них есть по здоровью, во время лечения. Участие в международном благотворительном автофлэшмобе приняли школьники, студенты, спортсмены и неравнодушные горожане, которые не смогли остаться в стороне. Это немаловажная проблема, и будем говорить, что да, сейчас понятно, что коронавирус у всех на первом месте, но онкология тоже занимает не последнее место, и будем говорить, и есть близкие, которые болели, ну, кто-то умер, да. Тем более, если речь идет о детстве, да? Да, поэтому как бы нельзя отказать, тем более, если есть свободная минутка, можно подъехать. Вот, да, тем более наше государство, чтобы обратило бы внимание, потому что на бумагах красиво говорить, это можно всегда писать, а на деле это совершенно все, ну, все по-другому. Там было написано, что нельзя мягкую игрушку, но я скажу, что это, к сожалению, ошибка, да. Ну, может, многие считают, что это полисборник, но так как я еще подрабатываю няней, да, в свободное время, я скажу, для деток, особенно у кого психологически на душе тяжело, это очень важно. Лучше какого-то там фломастера, какой-то краски, какого-то альбома, то есть они берут этого медвежонка, там, какую-то, там, не знаю, там, какую-то маленькую, там, такой сувенирчик, и они с собой даже, ну, как, в кровать, элементарно, да, вот. То есть вот какой-то брелочек, что-то, это как бы ценно для ребенка, как друг какой-то получается. Мы каждый год поддерживаем эту акцию, и, правда, вот на таком мероприятии мы впервые, потому что мы уже 12-классники, у нас уже есть права, они согласились принять участие вот в этом, в таком формате. А так наша школа всегда поддерживает эту акцию, мы всегда собираем коробку храбрости и всегда поддерживаем тех детей, которым в настоящий момент тяжело, а мы своим вниманием, своим теплом поддерживаем их, даем им силы. Взрослые люди, конечно, понимают, что когда такой диагноз, это сразу возникают другие проблемы, и все мелочи уходят на второй план. Но вот ваши ученики, они понимают, с чем приходится сталкиваться вот этим детям или взрослым людям? Они понимают о том, с чем приходится сталкиваться, потому что у нас некоторые учителя перенесли, пережили достойно эту ситуацию, поэтому они знают, как тяжело им было, и могут войти в положение человека нуждающегося и страдающего. Тем более, что сейчас, конечно, не в такой степени, но мы все подвержены заболеваниям и очень по-разному их переносим, а онкологическое заболевание – это то, что переносится втройне тяжелее, чем любое другое. Поэтому они понимают. Поэтому мы здесь. Ваша коробка храбрости из чего состоит? Конечно, это канцелярские принадлежности, конечно, это игрушки, конечно, это разного рода пони, куклы, потому что ученики начальной школы тоже принимали участие во всем. Поэтому у нас очень много коробок храбрости от большой школы. Почему решили подключиться вот к этой акции? Решили поучаствовать в благотворительности. Ну а почему вот это для вас так важно? Могли даже и мимо пройти. Ну да, но у нас есть возможность порадовать детей, почему нет. Игрушки привезли? Конечно. Какие именно? Что выбрали? Лего, там, я не знаю. Пазлы выбрали, выбрали. Что мы взяли еще? Цирк, эту совместную игру коллективную. Для рисования что-то, украшения всякие. Вы как считаете, ну, детям или молодым людям, которые сегодня находятся в онкоцентре детской больницы, понравится все это вам? Я думаю, да, они будут рады. Все-таки это как-никак поддержка. Мы росли, нам не... ну, было трудно. Не падало с небес, да? Да, не падало с небес просто так все, да, вот там, хочешь это, это. Как бы добивались все сами. И поэтому мы не можем пройти мимо и хотим помочь, чем будет возможность. Вот надо будет что-то вот это, это дать. Мы всегда рады. Мы с ребятами всегда за. Кто-то будет болеть, кто-то будет чем-то нуждаться. Мы готовы помочь. Дети – цветы нашей жизни. Когда у детей случается горе, мы всегда готовы прийти на помощь. Наша охранная фирма, я думаю, все люди, которые здесь собрались, будут всегда стоять на защиту детей. Во флешмобе, с которого, повторимся, начался благотворительный марафон «Коробка храбрости», приняли более 40 машин. Одновременно аналогичные флешмобы прошли в Риге, завтра он пройдет в Аллоксной и в британском Кенте. Цель этого мероприятия – привлечь внимание общества к проблеме борьбы с онкологическими заболеваниями в Латвии. Мы с Викторией уже не первый год работаем, мы ездили по детским домам, по всяким. И печально смотреть, когда дети живут в принципе в таких условиях тяжелых, когда они еще и болеют, то это совершенно ужасно. Поэтому хочется поддержать любой, любую. Как только можем. Акция не просто так приехать и выстроить какую-то фигуру, потому что собираются также определенные средства, подарки детям. И к этому всему еще также и организован флешмоб, куда все приезжают, сотрудничают, общаются, знакомятся между собой. Это тоже немаловажный фактор в современном мире. Поэтому, на мой взгляд, только одни бонусы, одни плюсы. Чем можем, тем поможем. На мой взгляд, все-таки наше общество равнодушное или нет к подобным проблемам? На мой взгляд, общество неравнодушно. Просто некоторые, когда видят, что они в одиночку, либо сообща с кем-то, несколько десятков людей, не способны решить какую-то глобальную проблему, они просто не берутся ее решать. А эта акция, может быть, каким-то образом тоже подчеркивает и учит тому, чтобы все-таки сплочаться, все-таки идти, все-таки слышать друг друга. Сбор коробки храбрости в Дагополсе будет проходить в течение двух недель. А уже 15 февраля, в Международный день детей больных раком, презенты будут переданы пациентам онкологического отделения детской университетской клинической больницы. С 4 по 14 февраля коробка храбрости будет стоять в торговом центре «Соло» на первом этаже, недалеко от «Дрогоса», магазина «Дрогос». Она будет на таком видном месте. И я думаю, что каждый, кто захочет прийти и пожертвовать, сможет прийти туда. Важное уточнение. По соображениям гигиенической безопасности в больнице передаются только новые игрушки, и они должны быть небольшого размера. Для малышей подойдут машинки, куклы-фигурки животных или персонажей из мультфильмов. Машинки на радиоуправлении, разукрашки. Для ребят постарше – пазлы, наборы для творчества, например, плетение браслетов, гравюры, вышивка, вязание, глина, аппликации. Для подростков 14-17 лет подойдут настольные игры, алмазные мозаики, косметика, косметички, наушники и канцелярские товары. Не оставайтесь равнодушными, присоединяйтесь к акции «Соберем коробку храбрости». Насколько хорошо вы знаете Даугаповскую крепость? Затрудняетесь ответить на этот вопрос? Тогда становитесь участником фото-викторины «Отгадай место» и открывайте для себя городскую цитадель с другой, с новой для себя стороны. И поверьте, сюрпризов будет много. Подробности в нашем следующем сюжете. Даугаповская крепость полна скрытых деталей и элементов, находящихся на территории цитадели и в ее укреплениях, которые, по большому счету, сразу можно и не заметить. Именно поэтому специалисты Центра культуры и информации городской крепости решили обратить наше внимание на некоторые из них. Именно так появилась идея проведения фото-викторины «Отгадай место». Мы решили немножко, наверное, разнообразить будни жителей крепости, не только жителей Даговпилса. И решили, что каждую неделю будем выставлять одну фотографию с территории крепости, где будет запечатлен какой-то объект или элемент тоже, может быть, какого-то объекта. И с таким вопросом, чтобы знающие люди отгадали, нашли правильный ответ, а, например, не знающие попытались его найти. С каждым разом задание будет более сложным. И в каких-то случаях, чтобы найти правильный ответ на вопрос, придется отправиться в мини-экспедицию по Даговпилской крепости, которая зимой особенно привлекательна. Согласитесь, хорошая идея для совместного времяпрепровождения с семьей и друзьями. Даговпилская крепость богата на памятники архитектуры и уж тем более на интересные детали. Как в этом многообразии найти объект, изображенный на фотографии без подсказок? Это невозможно, скажете вы. Но авторы викторины непреклонны. Подсказок не будет. Наверное, в этом и суть такого немножко соревновательного момента. Действительно, есть очень много и жителей самой крепости, которые очень хорошо ее знают, очень хорошо знают ее элементы. И поэтому, с одной стороны, хочется немножко усложнить задание. Действительно, подсказывать нет смысла. И здорово, если начнется какая-то, может быть, дискуссия в комментариях, чтобы точно узнать, что это за объект. Потому что в крепости действительно очень много занятых объектов, которые друг на друга похожи. И найти тот правильный изображенный на фотографии, может быть, будет не всегда просто. Итак, каждую неделю февраля на страничке Даугубинской крепости в Facebook будет появляться фотография одного места или элемента, или же уголка Даугубинской цитадели. Участников призывают писать в комментариях варианты ответов, где, по их мнению, находится это место. Чем точнее и подробнее будет ответ, тем лучше. А автор первый, написавший правильный или наиболее точный ответ в комментариях, получит небольшой презент из коллекции Центра культуры и информации Даугубинской крепости. Обращаем ваше внимание, бывшие и нынешние работники Центра культуры и информации к участию в викторине не допускаются. И в завершении программы о погоде. На выходных на большей части страны ожидаются оттепели. После сильных морозов уже сегодня вечером в Курзуме воздух прогреется до плюс 2 градусов. Небольшая оттепель ожидается и в центральной части страны в субботу и воскресенье. В выходные дни по всей Латвии временами ожидаются осадки. Преимущественно снег, местами будет метель, дождь и опять-таки оттепель. Дороги скользкие. В восточной части страны снежный покров местами станет толще примерно на 10 сантиметров. В ближайшие дни уровень воды в реках Латвии в основном снизится, а в конце недели в Курзуме начнет повышаться. На этом все. Всем хорошего вечера и самое главное – не болейте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok